Привет, друзья, подписчики мои! Я не собирался писать данное видео, но сегодня батл Мираж Фафнира с Гайсту Фафнером. Почему такой бой? Потому что Визарда, вот в прошлом ролике, гляньте, наказали, просто уничтожили. Поэтому сейчас такой тест... Я не думал, я не планировал это реальное записывание, я думал, посражаем с Визардом, но решил против Гайсту сравнить. Итак, поехали. Первый раунд Гайсту Фафнер против Мираж Фафнер. 2020 против 2018. 2018. Два года разница. Одно поколение разделяет данных персонажей, а Фафнер Гайсту гоняет по арене, по крайней мере, сразу он не взрывается пока что. Да ладно тебе, да ты угораешь! И Гайсту Фафнер тоже. Это прям все, ребята, это прям провал года. Камон! Мираж Фафнер, серьезно! Да ладно! Да не может! Да я не верю, ребята! Слушай, а мне вот интересно, если поставить, допустим, Гайсту и Визарду другие детали более сильные, Мираж также будет легко их разносить? Пиши в комментариях. Вот этого я никак не ожидал. Я думал сейчас, ну, силу, понятно, не у кого забирать, но я и ожидал ничьих и так далее. Но то, что будут столько Бёрсту, я честно подумать не мог. Я в шоке. Я знал, что... Да посмотри, что поговорить. Я знал, что этот Мираж крутой, но чтобы настолько, поэтому, да, к сожалению, вот здесь все эволюция, здесь финиш. Здесь, если, допустим, с другими эволюциями, типа Ахиллеса и Спрайзена, там еще как-то можно. Допустим, Чозет прекрасно конкурирует с Лордом Сприганом, да, например, или Брейв Валкирия хорошо дерется против Слэш Валкирии, но здесь, вернее, Слэш Валькирия против Брейва, да, пытается, по крайней мере, здесь без шансов, хотя вот сейчас Пафнир не взорвал Сайгайсту, но и выиграл, и выиграл, то есть повезло, молодец, красавчик, но Бизард просто, просто ни о чем, просто вообще ни о чем, серьезно. Вот, а, соответственно, поэтому другие какие-то, да, вот я говорю, эволюции еще как-то могут старые с новыми конкурировать, и даже Гайсту может конкурировать с другими волчками, но против Миража абсолютно ни у Визарда, ни у Гайста нет уж просто ни единого шанса. Не, ну понятно, один там бой и стал, конечно, он выиграет, окей, но в большинстве случаев Гайсту и Визар просто будет, я даже не знаю, может сделать бой еще с Дрейном Фафниром, напишите в комментариях, я просто без понятия, что делать-то. Я думал, у нас все будет полноценная, интересная битва и так далее, а сегодня просто, просто Мираж просто смеется над своими соперниками. Вот сейчас, кстати, проиграл, вот, но это все равно ерунда, потому что Биорус, и почти взорвал Гайсту, кстати, это все ерунда, потому что против такого сильного Биорсту, ну, не устоять, мне кажется. Сейчас Гайст зовет, смотри, 3, 2, 1, сейчас он сокрушится, я тебе говорю. Нет, не сокрушился, но на один разобрался, на два щелчка, тем не менее, разобрался. Слушай, ну все понятно, все понятно, Мираж Фафнир, это, конечно, надо тестировать, конечно, против других волчков, типа Лангинуса, Балча и так далее, но уже сейчас я могу с гордостью говорить, что это шикарный Бейблэйд. Просто замечательный, просто пушечный Бейблэйд. У меня очень заходит он, реально, вот, очень крутой. Вообще без комментариев, без компромиссов, уничтожает предыдущие поколения, вообще, как, как, красавчик просто, погнали. Ой, что-то я не то сделал, что-то я, что-то я неправильно запустил. Неправильно запустил, представляешь, что происходит, спокойно. Оп, он еще так прикольно из-за своего веса пружинит, и дрейн так пружинил, и вот это так пружинит, возвращение такое. Слушай, я респектую за его драйвер, драйвер шикарный. Да, защелки слабые, но, тем не менее, он не взрывается. И сейчас просто на изи посмотри, что творит. Ну, просто доминатор, просто какой-то доминейшн. Творится доминирование просто. Следующий раунд. Вот, друзья мои, поэтому, так как было видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, раз и навсегда я убедил вас, что визард слабый, во-первых, плохой и слабый. Визард слабый, визард, там надо было назвать дальше, не визард Пафнера, а визард слабый надо было назвать его. Вот, и Гайсту Пафнер, к сожалению, тоже проигрывает новому миражу. И это действительно крутая эволюция, что действительно он так легкостью их разносит. Вот, вот этого в Бэйблэйде не хватало. Причем, кстати, хочу сказать то, что если мы, допустим, уберем из линейки, вообще уберем, забудем про Визарда, забудем про Фумио, и оставим только три великолепных Бэйблэйда, которые принадлежат Фри Далахое, это будет маленький Дрейн Пафнер, уникальнейший, прикольнейший, крутейший Гайсту Пафнера, замечательный. И вот этого оставим мы Мираж Фафнира, именно Фри Далахое. Единственное, что хотел бы, конечно, чтобы Мираж был немножко поярче, как-то на фоне вот даже того же Гайста Блекловат. Ну, сами посмотрите. Блекловат. Вот, соответственно. И вот так. Про Визарда мы забываем, я думаю, навсегда. Вот такое было видео. Всем удачи, всем пока-пока.